Извините, пожалуйста, что так рано вас беспокоит. Это ведущая утреннего шоу. Меня зовут Талла Довлатова. Очень приятно. А, да, Радио РДВ. Я совсем забыла, откуда я звоню. Замечательно. Я, в общем-то, знал, что у меня Радио РДВ работает Талла Довлатова. Вы знаете, я просто... Вы знаете, я просто... Вы знаете, мне сейчас звоните, в общем-то, но я еще не успел уснуть. Ну, слава богу. Поэтому вам повезло, что у меня телефон не отключил. У вас сегодня была зажигающая ночь или что такое? По всей видимости, я до сих пор продолжаю улыбаться, потому что у меня сегодня и день и ночь заходили съемки видеоклипа моего нового. Несколько скандального, я надеюсь, на песню Ева. И мы весь день и всю ночь снимали. В общем, работа была кропотливая. Я недавно приехал домой, в общем, отдыхаю, пока еще не уснул. Все понятно. Ну, Рад, тогда давайте мы с вами отвлечемся от сегодняшнего вечера и поговорим об обычном вашем утре. Вот вы просыпаетесь, открываете глаза. С чего начинается день? Что вы первое видите? С какой ноги встаете? Заправляете ли кровать сами? Или это чья-то другая обязанность? Вы знаете, я в последнее время мечтаю о нормальном утре. То есть мне, конечно, хотелось бы просыпаться в 9 утра вместе с солнышком. Ну, немножко попозже, чем солнышко. Вставать с правой ноги, получать чашку кофе в постель. Но ввиду того, что он такой режим, я всегда просыпаюсь. Иногда даже просыпаюсь не у себя дома. В какой-нибудь гостинице. Встаю обычно я не с ног. А с головы. С каких-то других конечностей, да. Ну, в общем-то, традиционно домашнее утро у меня начинается где-то с 12, поскольку я человек-сова и ложусь где-то уже часов 4-5. В 12 я просыпаюсь от воплей детворы в своем доме, потому что детвора родная. И в общем-то... И вопить им не запрещено. Да. Встаю, иду сразу, чищу зубы и требую, чтобы мне налили кофе. Ага. Все-таки начинается день с кофе. Абсолютно. Это правильно. Вы такой голосистый артист, что, в общем, не про каждого можно сказать на нашей эстраде. Тем не менее, в основном даже голосистые артисты по утрам не поют. Вы поете или нет? По утрам никогда. Никогда? То есть я не могу у вас попросить спеть какую-нибудь... Нет, ну для меня сейчас не утро, а вечер, поэтому с вечера я могу вас спеть. Ой, спойте, пожалуйста, что-нибудь утреннее такое, чтобы ваши поклонники сейчас обрадовались. Утреннее? Да. Сейчас попробую. Браво! Всем подъем. Браво! На самом деле, к сожалению, я здесь одна в студии, поэтому только одна могу рукоплескать, но надеюсь, все остальные это делают. Здесь публика да услышит. В общем-то, это не моя колесная песенка, это лейтмотив за Натердам дотворитель. Все равно очень красиво. Спасибо большое, Мурат. Ну, у меня к вам, на самом деле, еще масса всяких вопросов, однако я очень себя корю за то, что не даю вам возможности отдохнуть после тяжелых съемочных... Не корите себя, у меня времени полно, в общем-то. Нормально, да? У меня день свободный завтрашний, да. Ну, отлично. Ну, тогда я буду пользоваться этим еще и через два часа. Дело в том, что у нас через пару часов будет автомобильный час, и мне почему-то кажется, что вы автомобилист. То есть вы хотите меня через два часа разбудить? Да. Я постараюсь, мне лечь пока еще. Тогда, Мурат, наш компьютер сделал вывод, что вы необыкновенно обаятельный человек с чувством юмора, с хорошим настроением по утрам, наверное, все-таки потому, что у вас еще вечер. А что, это сейчас выявляет компьютер? Да, вы думаете, я просто так задаю вопросы. В такое время живем, урбанистическое, когда твое настроение может как компьютер определить. Да, но дело в том, что он очень хочет с вами пообщаться еще через пару часов, так что мы договорились, я вам буду звонить. Спасибо, до свидания. До встречи.